друзья всех приветствую в начале очередной торговой недели мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях которые влияют на динамику финансовых активов сегодня по случаю 8 марта конечно же хотелось бы начать этот день неделю с поздравления нашего нашей прекрасной половины трейдерского сообщества пожелать вам в это непростое ковидное время только лишь о здоровье это во первых во вторых и в третьих но что касается нашей финансовой тематики то конечно же попутного тренда и только лишь прибыльных сделок начинаем эту неделю с очень хорошей новости о том что лед тронулся и сенат проголосовал за новые меры фискального стимулирования в сша то есть тот самый пакет который мы так долго ждали на 1 9 почти на 2 триллиона долларов он фактически согласован и вот вот это колоссальная порция денежной ликвидности будет там влита скажем так без привлечения в мировую финансовую систему если копать чуть глубже есть конечно же определенные шероховатости и вещи которые должны повторно быть досогласованы но частности сенат все-таки проголосовал против того чтобы повысить минимальную оплату труда до 15 долларов в час и по процедуре по всем регламентам нужно опять же снова вернуть этот документ на рассмотрение в палату представителей для того чтобы те поставили свое вето подписались по ним и только после этого передавать на подпись джо бадену но мне кажется это уже вещи которые являются незначительными это не сильно задержит окончательное решение о том чтобы официально принять пакет экономических стимулов поэтому я позволю себе сказать что тот срок который ранее нам обозначили в качестве дедлайна 14 марта это получается это воскресенье этот срок выдерживается соблюдается и в рамках этой недели мы с большой вероятностью практически 99 и 9 или даже скажем сто процентов увидим все таки вот это официальное сообщение о том что американская экономика получит колоссальную порцию дополнительной ликвидности поэтому с вашего позволения хотя вы наверняка знаете мою точку зрения с позиции фундамента в рамках этой недели я без каких-либо сомнений отдаю предпочтение и делаю приоритетом работу с рисковыми инструментами прежде всего сам американским фондовым рынком который сейчас по смп 3825 пунктов и собственно приток в экономику на такой бешеной порции ликвидности непременно станет причиной еще одной волны бычего ралли целью которого для индекса смп может как раз стать круглая цифра в четыре тысячи пунктов напомню что самое главное наверное что нам бы хотелось сейчас увидеть это выплата единоразовых пособий рассылка чеков на 1400 долларов на каждого американца вот представьте себе семью американскую из четырех человека и эта семья получит совокупности 5 и 6 тысяч долларов ранее я надеюсь вы помните когда мы разбирали влияние прежних экономических стимулов на национальную экономику почему а прежние экономические стимулы поддерживали тогда а фондовые рынки тогда была очень простая логика что значительная часть этой ликвидности как ни крути но оказалось не в реальном секторе а именно фонде которая постоянно росла которая создавала очень хорошие возможности по увеличению по извлечению сверхприбыли даже вот из этих экономических стимулов сейчас будет то же самое потребители виде то что происходит на а фондовом рынке конечно же отправят значительное участие этих денег на фонду и конечно же с большой долей вероятности стоит рассчитывать на продолжение того роли которое мы видели в принципе как развивается ранее и на продолжение которого рассчитывали в течение длительного периода времени 4000 пунктов по снб если вы знаете если вот все будет так как наверное по логике должно случиться на в плане реакции рынка на экономические стимулы 4000 пунктов по снб мы реально можем увидеть даже в рамках этой недели как будут вести себя прочие рисковые инструменты здесь я думаю что тоже понятно что рисковые представители валютного рынка также будут пользоваться спросом потому что на фоне повышенного интереса и аппетита к риску будет снижаться стоимости защитных инструментов в частности курс американского доллара что касается индекс американской валюты прямо сейчас мы стартуем эту неделю с отметки девяносто два пункта и как и отмечалось ранее у нас даже с прошлой недели очень хороший такой багаж того что не нужно всецело полагаться на неизменности вот того ралли на рынке казначейских облигаций которые началось то есть распродажа американского рынка долга которая выражалась в снижении стоимости активов и повышение их доходности на данный момент доходности американских трежис топчется на отметке 1 58 процента и я думаю что вот где-то вот рядом с этими значениями которые являются годовыми максимумами находится предел для роста этих бумаг потому что на прошлой неделе да можно было еще до выступления паула отстраивать позицию того что рост инфляционных ожиданий в преддверии новых мер экономического стимулирования логично разгонять доходность американских облигаций плюс ко всему но трейдеры были уверены что при улучшении экономических перспектив и при вливании в экономику еще дополнительно двух триллионов долларов фрес скорее всего дрогнет и начнет менять монетарную политику но ведь винцом прошлой неделе стало заявление на джерома паула о том что политика меняться не будет поэтому друзья я все-таки рекомендую вам немножко еще переосмыслить то что мы слышали ранее от фреса акцент был сделан на бездействие регулятора а в условиях текущего роста доходности и отсутствие каких-либо опасений за рост индекса потребительских цен то есть это значит что ставки будут низкими программа количественного смягчения будет действовать и дальше и сейчас которое время когда на мы можем сделать большую ставку на потенциальное извлечение прибыли в рисковых инструментах за счет того что наконец-таки в американскую экономику вольют еще два триллиона долларов которые мы ждали я думаю друзья даже больше трех месяцев наверное и вот сейчас мы как раз на пороге вот этих изменений которые могут стать еще одним стимулом триггером для продолжения трендовой динамики поэтому по доллару я смотрю вниз и разворот должен произойти в случае правильной реакции трейдеров на дополнительную ликвидность в рамках вот вот этой неделе особенно на в тот момент когда документ о новых экономических стимулах будет подписан непосредственно джон байден и фондовый рынок сша который сохраняет потенциалы возможности для роста потому что вот-вот в него в nasdaq dow jones smp будет хлынет них один десяток миллиардов долларов золото 1706 отбились мы от поддержки 1700 в принципе логика такая же как и ранее с реакции трейдеров на меры экономического стимулирования может быть паула риски инфляции не пугают но я думаю что для трейдеров которые все-таки обеспокоены сохранением и целостности своих сбережений инфляционные риски имеют очень большое значение поэтому золото здесь может снова пользоваться а поддержка и спросом исходя из того что это лучший инструмент для хеджирования инфляционных рисков особенно сейчас когда в экономику поступит 2 триллиона долларов которые по всем математическим подсчетам могут и легко способны разогнать индекс потребительских цен больше чем на 0,5 процента в сша под другим активом евро против доллара 1 1907 а сейчас котировки в качестве ближайших целевых ориентиров уже конечно же значение пониже нам нужно оказаться выше отметки 1 20 и думаю что на этой неделе мы это сделаем фунт против доллара на британскую валюту я пока не лезу на прошлой неделе в пятницу мы пробили поддержку 1 38 и в принципе на этом уровне я покинул распорожение фунта рекомендую вам друзья пока что не набирать позицию по одной категории инструментов потому что нужно все-таки дождаться а фактического решения от конгресса по новым мерам экономического стимулирования и посмотреть что в этот момент будет там с долларом поэтому давайте поработаем пока со евро против доллара бренд 7069 рад что вышел из все-таки с короткой позиции потому что сами все прекрасно видите рынок нефти продолжают толкать и тащить вверх уж не знаю какие уровни являются следующими целевыми ориентирами но на мой взгляд эти значения являются уже абсурдными поэтому пока что без комментариев будут возможности для коротких позициях о них вам расскажу и держим еще позицию доллар канадец 126 50 потому что на этой неделе заседание банка канады в среду и в пятницу данные по рынку труда соответственно при плохих макроэкономических отчетах и прогнозах банка канады будет возможность поставить на снижение канадца и попробовать и добить хотя бы до уровня 1.28 и кстати что касается заседания на других регуляторов на этой неделе заседание европейского центрального банка снова акцент и намек на новые меры а стимулирования что вполне актуально сейчас из-за возвращения многих стран к прежним мерам на ограничительного характера евро может отреагировать ростом как реагировала на такую риторику в 2020 году и я думаю что в этой в принципе аналогии история может повториться и по главному валютному риску мы увидим продолжение восходящей тенденции на этом собственно все большое спасибо за внимание всем хорошей недели и пока